Привет, мои книжные друзья, меня зовут Марина, вы на канале Книжный Дегустатор, и это прочитанное. Но, сдаётся мне, что это не просто прочитанное, а огромное прочитанное, ведь в январе я прочитала 10 книг. А вы знаете, что про каждую книгу я люблю рассказывать подробно, с переподвы и подвертом, но сегодня постараюсь покороче. Господи, я уже так говорю в каждом видео про прочитанное. Первая книга, прочитанная в 2024 году, это мрачная загробная фэнтези, где основные темы это выживание и любовь. Вот такой компот удалось автору намешать, и это книга «Память Гарпии» Ксении Таргулян. Здесь за основу взят миф об Орфее и Эвредике, но по факту от мифа здесь осталось только начало сюжета, имена героев, ну и некоторые тоже другие, более второстепенные герои из греческих мифов. Рита умерла, душа Андрея умерла вместе с ней в тот же день, а вот тело позже, когда он попал в аварию. Андрей Орфин после смерти попадает в загробный мир под названием Пурга со своими правилами, со своей механикой действия. И первая же цель, которой он задается, это найти его погибшую возлюбленную Риту. И знаете, он ее находит, но выясняется, что она стала самым страшным чудовищем в Пурге. Орфин решает во что бы то ни стало, заставить Риту вспомнить его, ее прошлое и то, как они любили друг друга. Но с памятью в этом мире в Пурге у многих ребят проблемы, потому что память здесь это валюта. То есть, например, ты отдаешь свое счастливое воспоминание бармену и получаешь за это выпивку. А еще память у тебя могут отобрать более сильные жители этого мира, либо даже чудовища, потому что для них память это вот как топливо. И вот представьте, в этом жестоком мире, где каждый против каждого, Андрей решил не просто выжить, но еще и спасти свою возлюбленную. Мне очень понравилось, как автор прописала этот мир. Это не ад, это не рай, это не земля, но это больше, наверное, вот даже похоже на землю. Но только здесь, конечно, страшнее и неприятнее. Среди выживших-умерших, как бы это ни звучало, здесь формируются касты. И одна из самых интересных для меня каст была видящая. Это люди, которые могут в одно время находиться и в пурге, вот в этом загробном мире, и в нашем обычном мире, в настоящее время. И могут видеть, что происходит в одно и то же время в двух мирах. Конечно, там есть и своя система правления, которая, как мне показалось, строится на принципе «кто сильнее, тот и правит». Периодически автор нас возвращала в прошлое, Андрея и Риты, и мы видели, как развивались их отношения. А потом нас сбросали на амбразуру, то есть обратно в пургу, где всё сложно и напряжённо. Кстати, здесь не было какой-то тупой беготни Арфина за своей возлюбленной. Он ещё успевал плести свои интриги и даже строить карьеру. Единственное, что мне не понравилось, вот знаете, бывает такое, когда говорят про автора. Ну вот, начал за здравие, закончил за упокой. Вот здесь было наоборот. Вот ты начинаешь читать книгу, и как-то тяжеловато идёт, ты не можешь сразу вникнуть в то, что вообще здесь происходит, не можешь сразу принять этот мир, понять. А вот потом как-то автор разгоняется, 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 и всё становится круто. Но, к сожалению, не каждый читатель готов, вот как я, прочитать какое-то количество первых страниц, чтобы потом уже дождаться самого смака книги. Кому я могу порекомендовать эту книгу? Любителям тёмного, мрачного, загробного фэнтези, также читателям, которым нравится читать книги с отсылкой на греческие мифы, а ещё любителям румфанта, но не такого лёгенького, а вот прям хардкорного с элементами боевика. А теперь мы перейдём к книгам, которым я благодарна, которые пришли в мою жизнь в нужное время и подарили мне мотивацию развивать мой блог в разных направлениях и придумывать что-то новое. Это книги Игоря Рыбакова, блогера-миллионника, бизнесмена-миллиардера. Здесь у меня книги ток и факт-паттерны, и я сразу хочу отметить важную деталь. Книга ток дарит вам мотивацию и показывает, как нужно делать, а факт-паттерны показывают, как делать не нужно. Вообще считается, что факт-паттерны — это продолжение книги ток, и да, их можно читать в связке, а можно читать по отдельности, опираясь на то, какая мотивация вам ближе. Вот мне ближе, когда мне говорят, смотри, вот ты делаешь вот так, но вот так делать не нужно, надо делать вот так. Это скорее про вторую книгу, про книгу факт-паттерны, но мы всё-таки по логике начнём с первой, начнём с тока. Здесь автор с позиции успешного человека, человека, у которого уже всё получилось, даёт, казалось бы, простые советы, но он вкладывает в них такую энергию, такую мотивацию, да ещё и показывает на своём личном опыте, как он этими советами пользовался и как они ему помогли в жизни и в бизнесе. Книга содержит порядка 40 вдохновляющих утверждений, и мне кажется, что здесь каждый читатель найдёт что-то своё, уникальное, индивидуальное. Я уже делилась в телеграм-канале мыслями Игоря Рыбакова, которые мне очень откликнулись, отозвались, как это сейчас модно говорить. И вот сейчас я хочу снова о них поговорить уже здесь на канале с вами. Нужно идти туда, где всё для тебя новое, непредсказуемое, потому что путь, который оказался успешным для многих, для тебя уже, ну, не сильно-то выгодный, потому что там уже все-всё получили, все-всё съели, все благополучены, всё, для тебя там ничего не осталось. Также мне понравилась мысль про то, что нужно ставить не маленькие цели, как нам отовсюду твердят, а большие, такие грандиозные, громадные цели, потому что к вот этим целям ты будешь стремиться сильнее, что ли, потому что для них ты будешь делать больше, или тебе она кажется недостижимой, сложной, ну, а маленькая её как-то вроде достичь легче, наверное, ты её меньше делаешь, наверное, какая-то вот такая логика, но вот мне это было близко, такая вот мысль. Деньги придут сами в твою жизнь, если ты будешь активным, будешь открыт к изменениям, и будешь привносить какие-то новшества в свою обыденную деятельность. Другими мыслями с вами я делиться не буду, чтобы вы всё сами прочитали, потому что я действительно считаю, что каждый здесь найдёт что-то для себя, и разные люди будут обращать внимание на совершенно разные советы, потому что у нас разные фокусы внимания на данный момент у всех. Кому же я могу порекомендовать эту книгу? Фанатам мотивационной и бизнес-литературы, а также тем людям, которые сейчас вот где-то немножечко потерялись, им не хватает волшебного пиночка. Это вот я, это я, да? В основном, конечно, книга ориентирована на предпринимателей и людей, интересующихся бизнесом, но я рассматривала её с позиции блогера, потому что мне интересно развитие моего блога и меня как блогера в плане речи, съёмки и так далее, и тому подобное, поэтому я вынесла для себя вот из этой книги много пользы. Так что думаю, что многих читателей она уж если не прям шандарахнет током, то подзарядить-то уж сможет точно. А вот книга «Факт Паттерна» оказалась мне всё же ближе, чем ток, потому что она про ограничения, про негативные установки, которые мы сами себе ставим в своей голове, и они нам потом мешают идти к нашей прекрасной цели. Здесь представлено 36 негативных убеждений, которые прекрасно мне знакомы, ведь они у меня есть. Автор здесь подробно разбирает каждое утверждение, показывает на личном примере, как он сталкивался с определёнными факт-паттернами, и также даёт нам рекомендации, как же с вот этими вот негативными установками справляться, как же вывести вот этого червячка из твоей головы. И, пожалуй, я снова поделюсь с вами некоторыми мыслями из этой книги, которые оставили отклик в моей душе. Необходимо обращать внимание на мысли по типу «Всё лучшее впереди!» «Вот я сейчас сделаю то-то, то-то, и вот тогда-то у меня будет хорошая жизнь!» Получается, что сейчас ты проживаешь демоверсию своей жизни, всё ждёшь, когда уже начнётся настоящая классная жизнь, и ты просто можешь этого и не дождаться никогда. В общем, нужно оценить моменты, которые происходят здесь и сейчас, и искать прекрасное в сегодняшнем дне. Вторая мысль — не стоит заниматься многодуманием. Пока ты думаешь, что ты там рассчитываешь, думаешь, а как бы мне это лучше сделать, уже кто-то другой это сделает, кто-то твою идею реализует, и будет успешен, всё. Это, кстати, очень работает в сфере блогинга, то есть ты вот вынашиваешь какую-то идею классную, ты думаешь, всё, это просто разрыв, это весело, интересно, всем понравится, классно хочу это сделать, и обязательно кто-то это сделает для тебя. Блин, это работает, почему-то это всегда работает. И третья мысль по поводу такого негативного убеждения, которое очень плотно засело в моей голове — нужно думать, понимать, осознавать, принимать, что ты особенный, тебе есть что дать этому миру, ты классный, не нужно ориентироваться на других, думать, что они в чём-то круче тебя. Ну, может быть, они в чём-то и круче тебя, но ты в чём-то обязательно лучше них, и не нужно на них ориентироваться, нужно развивать свои сильные стороны, в общем. Кому я могу порекомендовать эту книгу? Да, собственно, так же, как и прошлую книгу «Ток» любителя мотивационной и бизнес-литературы, а также людям, которым сейчас необходима мотивация, и вот её прекрасно можно получить из этой книги, ну и, собственно, из книги «Ток». Вызывайте «Пожарных», потому что я горю от страсти, ведь сейчас будет книга, которая покорила сердца миллионов читателей, десятки книжных блогеров. Плохих отзывов о ней я ещё не видела, и это «Граф Аверин, колдун Российской империи». Это огненное огнище. Я очень рада, что не стала ждать, пока спадёт популярность этой книги, и сразу же её купила, и сразу же её прочитала. Какая я молодец, себя не похвалишь, никто не похвалит. Вот вроде как нельзя применять слова «вкусный», «сочный» к чему-то помимо еды, но, друзья, здесь было настолько вкусно, настолько сочно, что все мои читательские вкусовые сосочки были в экстазе. Да и не только читательские, потому что здесь герои всегда едят что-то вкусное, и ты сидишь и захлёбываешься слюнями, пока это читаешь. Это бодренькая книга о приключениях частного детектива и в то же время колдуна Гермеса Аверина и его демонического кота Кузи. Всё действие происходит в магическом Санкт-Петербурге, где обычные люди уживаются с колдунами, вот вроде графа Аверина и дивами. Дивы — это как бы духи, демоны, которые привязаны к конкретным людям и выполняют их указания. И вот эти дивы частенько бывают вовлечены в преступления, которые потом вот граф Аверин и расследует. Вот конкретно вот в этой книге рассматриваются три детективных дела, то есть это три разные части, но эти дела всё-таки связаны между собой. Помимо того, что здесь классный сюжет, так здесь ещё герои, которые не могут оставить нас равнодушными. Большое спасибо автору за то, что он придумал таких милых, забавных, эксцентричных, второстепенных героев, которые добавили тонну изюма этой книги. Да и вообще, что можно сказать плохого о книге, где один из главных героев — это демонический кот? Да, демонический, но кот же всё-таки. То есть, я думаю, вы же понимаете, что здесь мы наблюдаем все вот эти вот кошачьи приколы, и это так здорово, это так умиляет. Вообще, вот несмотря на то, что это детектив, то есть здесь есть погони, расследования, боёвки, книга меня нереально комфортила, и я каждую свободную минутку старалась её почитать, потому что она такая хорошая. Кому я рекомендую эту книгу? Ну, конечно же, фанатам фэнтези. Мне кажется, что здесь даже искушённый фэнтези-фанат сможет довольно высоко оценить графа Аверина. Также я рекомендую эту книгу любителям детективов, но не простых, а фэнтезийных, потому что нет, здесь вообще не будет никакого обычного детектива, здесь всё связано с магией, разумеется. Также, если вам нравится атмосфера царской России, то тоже можете попробовать почитать эту книгу, но тут есть свои допущения, потому что мир-то всё-таки магический, поэтому, конечно, тут такая царская Россия необычная и в какой-то степени нереалистичная, не по канону, в общем. Так, если вы ещё думаете, читать им графа Аверина или не читать, вот если вот вы, как я, вот раздумываете, потому что я тоже очень долго раздумывала, то это знак читать. Милая, лёгкая история о любви и спасении любимого из беды, это сказка о снежной принцессе Аси Лавринович. Я увидела в аннотации, что действие здесь происходит за несколько дней до Нового года, и решила почитать её, чтобы у меня появилось новогоднее настроение, ну а вдруг? Главное героиня Тома по уши влюблена в Вадима, и если сначала он ещё был главным красавчиком школы, в котором они вместе учились, то потом он вовсе стал недосягаемым студентом, но на одной вечеринке они случайно встретились, и тут у них закрутились отношения. И вот за несколько дней до Нового года Тома получает сообщение от Вадима о том, что она должна за него заплатить выкуп, и его похитили, видите ли. А чтобы вы понимали, у них было пару свиданий, они ещё даже не целовались, то есть у них как бы совсем ещё не близкие отношения, но вот что поделать, она же у нас настолько жертвенная, влюблённая дама, что она решает, да, найти вот эти деньги и заплатить выкуп за любимого, и обращается к его другу Егору, которого она не сильно-то любит, не сильно-то он ей нравится, он даже ей не нравится вообще-то. История предсказуема до безобразия, и в плане любовной линии, и в плане похищения Вадима. Я все секреты раскусила с первых глав, но, наверное, за это я и люблю Асю Лавринович, что у неё всё понятно, всё просто, не надо заморачиваться, не надо сильно переживать за героев, не надо вычислять какие-то интегралы, применять тригонометрические функции. Здесь всё понятно, доступно и легко. Эта книга дарит нам возможность прожить вместе с милой, влюблённой девчонкой-школьницей несколько дней из её жизни и вместе с ней сделать важные для её будущего выводы о том, что первое впечатление о людях может быть обманчивым, и нужно всё-таки людей узнавать получше, чтобы делать какие-то выводы. Я думаю, что это и было основной мыслью книги. Единственный минус, который никак не повлиял на моё впечатление от книги, это то, что новогодняя атмосфера-то здесь вообще не чувствовалась. Да, нам сказали вот в аннотации, что действие происходит за несколько дней до Нового года. Да, там в самом начале тоже что-то пару раз про Новый год сказали, а потом все как будто забыли, что вообще-то у нас тут Новый год скоро. Но оно и понятно, у них там такой кипиш происходил в жизни, что, ну, наверное, уже было не до Нового года. Но, в общем, не повысилось у меня новогоднее настроение от этой книги. И жаль, ну ладно. Кому рекомендую почитать эту книгу? Конечно же, любителям милых, лёгких книжек про любовь, особенно если вам нравится читать про наивные, трогательные отношения между подростками. А также тем читателям, которые вот сейчас хотят перекусить каким-то таким книжным бургером, чтобы потом снова вернуться к чтению монументальных, грандиозных, сложных книг. И вот если вам сейчас нужно с какой-то книжкой отдохнуть, то можно замечательно взять какую-нибудь книгу Аси Лавренович и отдохнуть именно с ней. Вот вы это видите? Вот вы это видите? Это я просто отвернулась. Я как из фэнтези-фильма какого-то, смотри, какая интересная. Друзья, соблюдая древние китайские традиции, я раз в месяц читаю «Благословения небожителей». Но на этот раз я решила прочитать целых три тома, чтобы уже добить этот цикл. Да, да, я дочитала «Благословения небожителей». Я очень довольна, я очень рада, что всё этот цикл завершён. Я рада не потому, что какой-то плохой, неинтересный, а просто мне хотелось уже дочитать, добить цикл, чтобы уже взяться за другие циклы. Много я рассказывала на своём канале о сюжете, поэтому извините, но в сотый раз я уже рассказывать о нём не буду, сразу перейду к впечатлениям. Да и впечатления там у меня, собственно говоря, всё те же, люблю, обожаю и всё такое. Конкретно вот в этих частях автор у нас углубилась в историю второстепенных героев и в прошлое главных героев. Если для кого-то это может показаться минусом, то для меня это плюс, потому что я люблю, когда автор передо мной раскрывает всю историю больше, подробнее, за счёт как раз-таки прошлого героев и за счёт истории второстепенных персонажей, особенно если автор делает это качественно. В четвёртом томе нам рассказывается о болезни, охватившей всех демонов мира. Она проявляется раз в сто лет, когда приходит время выбирать нового князя демонов. Выбирается он в битве, кто победил того и тапки, но сначала нужно дойти до горы Тунлу всем демонам, а это то ещё испытание. А вот дальше уже начинается борьба с главным злодеем. Оказывается, во всех бедах селяня да и мира в целом был виноват определённый товарищ. В конце концов, в шестом томе все тайны нам раскрыли, все развязанные ниточки подвязали, все любовные истории долепили и финальную битву нам организовали. И как будто бы это был бонус, но основная история закончилась на трёхсотой странице, а оставшиеся сто страниц нам просто показывали забавные истории из жизни Хуачена и селяния. Думаю, вы уже поняли, что от этой истории я ухожу с теплом, покоем, с светлой радостью. Я считаю, что это прекрасный образец лёгкой, забавной книги с вплетением китайской мифологии. И я очень рада, что я дочитала этот цикл, и теперь наконец-то могу браться за новые циклы. Ну или добивать старые. Книга, которая может как серьёзно повлиять на вас, так и просто развлечь. Это классическая нумерология. Я купила эту книгу в фикс-прайсе в рамках книжной охоты за 200 рублей, ну и сразу же решила её почитать. Вначале мы рассчитываем матрицу Пифагора по нашей дате рождения и получаем определённые числа. И вот знаете, книга читается очень быстро, потому что ты же не будешь читать расшифровку чисел, которых у тебя нет. Поэтому ты как бы пролистываешь вот эти вот моменты и читаешь только про свои числа. Поэтому книга читается очень быстро. Забавная вещица. Мы с мужем сидели три вечера подряд, всё рассчитывали, расшифровывали, читали, разбирали. И что интересно, я не верю стопроцентом нумерологию, но многие вещи совпадали и у меня, и у мужа. Здесь разбираются многие аспекты жизни. Это и ваш характер, и ваше кармическое предназначение, и отношения с партнёром, и работа. Но вот к концу книги я разочаровалась. Выяснять, какой у тебя характер по серии и номеру паспорта серьёзно, а почему не по Снилсу? Выяснять, какое у тебя финансовое положение по номеру банковской карты? Наверное, проще просто посмотреть баланс на этой карте и сразу станет понятно твоё финансовое положение. Выяснять, по-моему, тоже характер или что там было по номеру телефона. Но это я даже сделала, кстати, это я даже посчитала, не поленилась. Но у меня не совпало. Дмитрий разочаровал. Это было так глупо, это было так странно вот это вот считать. Но анализ квадрата Пифагора это интересно и этого здесь много. Я думаю, что провести пару вечеров весело за 200 рублей вполне себе можно. Кому я могу порекомендовать эту книгу? Ну, конечно, тем людям, которые интересуются нумерологией. Я думаю, что вот им как раз будет интересно всё это вот посчитать. Но, наверное, здесь вещи какие-то базовые. Если вы уже в теме, ну, ничего сильно нового, я думаю, вы здесь для себя не найдёте. А ещё, если вы любите выяснять по всяким тестам какая-то личность, какой-то человек, читать про свой знак зодиака, что-то там выяснять, какой-то по характеру, какая тебе работа подходит, то, ну, это я про себя просто говорю, вот мог тоже это понравиться, потому что, ну, это вот примерно вот такое что-то развлекательное. И последняя книга, книга, которая стопроцентно вернёт вас в детство и напомнит то ваше состояние, когда вы верили в новогоднее чудо. Эта книга всё про Дед Морозовку. Конечно же, она детская, но мне про неё писали в комментариях, что она отлично поднимает новогоднее настроение, и я вот решила почитать её перед Новым годом, ну, и она у меня растянулась и на посленовогодний период. Здесь рассказывается про то, что же Дед Мороз сделает в свободное от новогодних праздников время. Оказывается, он живёт в невидимой человеческому глазу деревне Дед Морозовке вместе со своей внучкой Снегурочкой, она здесь, кстати, у нас уже взрослая дама, и вот в какой-то момент он понимает, что ему не хватает помощников в Новый год, да и вообще как-то скучно, грустно живётся, и он решает слепить снеговиков и оживить их. И получаются такие весёлые, забавные ребята, снеговички, и все с разными характерами. И Снегурочка даже решается их обучать, чтобы они у нас были умненькими ребятками. Она организует для них школу, и вот мы наблюдаем за их буднями, за тем, как они учатся, развлекаются, попадают в различные передряги. Очень такая смешная книжка, мне кажется, дети особенно её оценят и будут сравнивать снеговичков с собой и со своими одноклассниками, и это будет их занимать и веселить. Знаете, я в детстве зачитывалась историями Успенского про Простоквашино, и даже уже будучи во взрослом возрасте, я купила себе сборник всех историй про Простоквашино, вот он даже стоит вот здесь у меня, вот, я любила героев, я любила эту деревню, я любила их шуточки, я и знала наизусть уже эти шуточки, потому что я постоянно читала эти книги, и вот мне кажется, что Дед Морозовка очень похожа на книги про Простоквашино, в том числе и юмора. Слог автора и атмосфера, мне кажется, здесь тоже схожие, но это не какая-то поучительная, милашная история, эта книга не будет учить ребенка хорошим манерам, она скорее просто развлечет его, и возможно, даже поможет полюбить чтение. Кому я могу порекомендовать эту книгу? Взрослым, которые хотят окунуться в детство и вспомнить свои школьные годы благодаря снеговичкам, а также детям, которые постоянно задают родителям вопросы, а что делает Дед Мороз, когда Новый год заканчивается, где он живет, а Дед Мороз наверное не существует, если вот по улице ходят всякие дяди, которые наряжаются в Дед Мороза, да, то согласитесь, это очень сложные вопросы, поэтому вот эта вот книга, она прям как палочка-выручалочка для родителей, чтобы вы смогли на эти каверезные вопросы ответить. Плюс, если ваш ребенок младшего школьного возраста, и он не очень-то любит читать, я думаю, что эта книжка может открыть ему глаза на то, что чтение это классно. Очень продуктивный месяц у меня выдался в плане чтения книг, я так довольна, так довольна, давно не читала так много книг, жду в комментариях ваши книжные итоги января, а на этом у меня все, всем пока. Получается, если читать 10 книг в месяц, то за год можно прочитать 100 книг. Субтитры создавал DimaTorzok